Из цикла уроков относительно матуридитов у нас остался последний урок, на котором необходимо разобрать атрибут аннузуль, атрибут снисхождение Всевышнего Аллаха к ближнему небу. Что касается этого атрибута, то мы оставили его разбор на последний урок не зря. И сделали это намеренно. Почему? Потому что этот атрибут, именно атрибут аннузуль снисхождение Всевышнего Аллаха к ближнему небу является самым ненавистным атрибутом для всех групп джагмитов. Для джагмитов, для мутазилитов, ашаритов и матуридитов. Сказал имам Усмана ибн Саид Аддарими относительно хадиса аннузуль, ах язу хадис лильджагмия. Это самый ненавистный хадис для джагмитов. Это в его опровержении на Бишра-Аль-Марисе, 1-й том, страница 500-й. Поэтому все группы джагмитов, то есть не только самые заблудшие из них, не только джагмиты и мутазилиты, но также и менее заблудшие из джагмитов, а конкретно ашариты и матуридиты, также все они отрицают атрибут Всевышнего Аллаха, аннузуль, и не отверждают его Всевышнему Аллаху тем, что Всевышний Аллах не сходит к ближнему небу своей сущности. Какие причины того, что этот атрибут является самым ненавистным атрибутом для всех групп джагмитов вместе взятых? Этому есть сразу несколько причин. Во-первых, потому что атрибут аннузуль не является атрибутом аззати, не является атрибутом сущностным Всевышнего Аллаха, но является атрибутом минасыфат алихтиария, из атрибутов ихтиария, в которых есть элемент действия. Подобно атрибутам алистива, подобно атрибутам альмаджиу, алитьян, приход в судный день для того, чтобы рассудить между рабами, подобно атрибуту вознесенности Всевышнего Аллаха Пануаталя над троном и так далее. То есть, как известно, как матуридиты, ашариты, не говоря уже о джагмитах и муатазелитах, все они отрицательно относятся к атрибутам алихтиария. Поэтому это первая причина, почему они ненавидят атрибут аннузуль, потому что это один из атрибутов алихтиария. Вторая причина, почему они ненавидят этот атрибут и не утверждают его, состоит в том, что этот атрибут минануа джинсиль харака, то есть в нем есть какой-то смысл движения, в отличие от других атрибутов ихтиария, как, например, алхалк варриск, творение и наделение пропитанием. Это также атрибуты ихтиария, но в них нет элемента вида движения. Что касается атрибута аннузуль, то в нем есть присутствие элемента вида движения. Поэтому этот атрибут аннузуль является более ненавистным для джагмитов, чем просто все остальные сафат алихтиария. Значит, в этом уже сходится аннузуль и стила, и маджи, и итьян. Сейчас мы потихоньку тузим круг и придем к выводу о том, что аннузуль еще более ненавистен, чем даже атрибуты и стила, и чем атрибуты маджи и алитьян и так далее. Значит, вторая причина в чем? В том, что это не просто атрибут из атрибутов ихтиария, в которых есть смысл действия, но также в нем есть элемент смысла вида движения, в отличие от многих других атрибутов ихтиария. Следующая причина, почему этот атрибут является ненавистным для джагмитов, состоит в том, что этот атрибут чисто самай, то есть его утверждение устанавливается лишь контекстом и не устанавливается разумом. То есть, если атрибут, например, аль-халк или аль-риск, то, что Всевышний Аллах творит или наделяет пропитанием, до этого можно догадаться разумом, но до атрибута аннузуль, снисхождение на ближнее небо, до него невозможно догадаться разумом. Это третья причина. То есть, он уже что не подтверждается разумом, а подтверждается только контекстом. Четвертая причина состоит в том, что атрибут аннузуль из атрибутов лязима, а не из атрибутов мутаадди. То есть, такой атрибут, который касается только Всевышнего Аллаха и не касается творений. Следующая причина состоит в том, что утверждение атрибута аннузуль является ответвлением от утверждения атрибута возвышенности Всевышнего Аллаха и его вознесенности над троном. Оба эти атрибута либо отрицаются, либо истолковываются различными группами джагамитов. Соответственно, раз они истолковывают возвышенность Всевышнего Аллаха над творениями, не говоря уже о том, что они истолковывают вознесенность Всевышнего Аллаха над троном, тем более они будут что делать? Отрицать или истолковывать нисхождение Всевышнего Аллаха к ближнему небу. Потому что сифат аннузуль, атрибут нисхождения, непосредственно связан с атрибутами возвышенности. Тот, который не утверждает Всевышнего Аллаха возвышенность его сущностью над творениями, тем более не будет утверждать нисхождение. Почему? Потому что слово «аннузуль» в арабском языке несет смысл прихода сверху вниз. А раз это приход сверху, соответственно, тот, который не утверждает возвышенность Всевышнего Аллах своей сущностью над творениями, то тем более он не будет утверждать атрибут «аннузуль» – «нисхождение сверху вниз». Это следующая причина. Также из причин этого, то что доказательство этого атрибута устанавливается только в Сунни, и нет на него довода в Коране. То есть прямого довода на нисхождение Всевышнего Аллаха к ближнему небу в Коране не присутствует. И присутствуют прямые доводы на это только в Сунни. А как известно, многие из философов, многие из мутакаллимов ислама иной раз утверждают атрибут, если он приходит в Коране, утверждается в Коране. Помните, мы разбирали некоторых из имамов-ашаритов первых времен, которые были из тех, которые утверждают атрибут, если они приходят в Коране, как, например, Аль-Беха или Абу-Сулейман Аль-Хаттаби, но если атрибут приходит в Сунни, то его утверждение уже ими отвергается или не устанавливается. Посмотри, сколько причин относительно атрибута «аннузуль». Какие, знаешь, причины мы перечислили? Во-первых, это из атрибутов их теория. Во-вторых, в нем есть смысл вида движения. В-третьих, то, что этот атрибут устанавливается только контекстом, и до него невозможно догадаться разумом. Во-первых, потому что он из атрибутов лязема, а не из атрибутов мутааддия. Далее, потому что утверждение атрибута «аннузуль» непосредственно зависит от утверждения возвышенности Всевышнего Аллаха над творениями и его вознесенностью над троном. Также, потому что довод на утверждение атрибута «аннузуль» содержится только в Сунни, и его нет в Коране. То есть, прямого довода в Коране нет. Вместе с тем, что есть доводы на маджи у алитьян, на то, что Всевышний Аллах придет в судный день для того, чтобы рассудить между рабами, и это тоже является одним из видов нузуля, одним из видов нисхождения Всевышнего Аллаха, но прямого довода со словом «нузуль», то, что Всевышний Аллах, фаннула, таля, нисходит, относительно этого в Коране не установлено. Ясно или нет? Таек. По этой причине многие из имамов Сунны, которые не делают ложных истолкований относительно атрибута Всевышнего Аллаха, фаннула, таля, и устанавливают атрибуты Всевышнего Аллаха, фаннула, таля, все, многие из них делают истолкование атрибута «аннузуль». То есть, вообще не делают этого истолкования, не делают искажения этих атрибутов, но относительно «аннузуль» даже некоторые из имамов Сунны делают истолкования, такие как Ибн Абдульбар и Ибн Хутейба. Но это не означает, что они не являются имамами Сунны и выходят из-за этого из Сунны, но мы говорим это лишь для того, чтобы показать, что атрибут аннузуль несет особое значение, его утверждение для приверженцев Сунны несет особое значение, ему уделяется особое внимание. Поэтому обладатели знаний говорят, что если человек утверждает атрибут аннузуль, атрибут нисхождения Всевышнего Аллаха к ближнему небу, то тем более он будет утверждать все остальные атрибуты Всевышнего Аллаха. Но если он утверждает все атрибуты Всевышнего Аллаха, это еще не означает, что он непременно будет утверждать атрибут аннузуль. Вот этот вопрос ясен или нет? Этот вопрос, иншаллах, понятен. Теперь запишите у себя, какой довод у приверцев Сунны на установление Всевышнего Аллаха этого атрибута. Довод на это множество хадисов, которые пришли в Сунни. Можете у себя отметить то, что хадисы относительно этого атрибута достигли уровня мутаватир, то есть достоверность которых не подлежит сомнению. Хадисы о том, что Всевышний Аллах нисходит, пришли от 29 сподвижников в 39 хадисах. То есть от некоторых сподвижников приходит более чем один хадис. Почему? Это связано с тем, что видов нисхождения Всевышнего Аллаха множество. Из этих видов то, что Всевышний Аллах нисходит в ближнему небу каждую последнюю треть ночи. Из этого также то, что Всевышний Аллах нисходит в горе Арафат ближе к вечеру дня Арафата. Из этого также, что Всевышний Аллах снизойдет на то место, которое называется Хантара, то есть тогда, когда верующие пройдут Ас-Сират и останется им пройти вот это место, которое называется Хантара перед Раем, в котором каждый возместит ту несправедливость, которую он причинил другому. Всевышний Аллах снизойдет к этому месту для того, чтобы рассудить между своими верующими рабами. И другие виды нисхождения, которые указаны в Сунни. Некоторые из обладателей знания говорят о том, что этих видов около девяти видов различного вида нисхождения Всевышнего Аллаха сфану Аталя. И единогласное мнение приверженцев Сунны о том, что Всевышний Аллах сфану Аталя не снизойдет на землю до судного дня для того, чтобы привести их в исполнение наказания над своими рабами. Этого досудного дня не произойдет, по единогласному мнению приверженцев Сунны. А вообще различных видов нисхождения множество. Этот вид не один. Исходя из этого, становится понятно, почему сподвижников, которые передают хадис о Нузули, о снисхождении Всевышнего Аллаха 29, а хадисов всего 39. Почему хадисов больше, чем сподвижников? Потому что от векторов передается более чем один хадис относительно этого, в которых приходят разъяснения различных видов снисхождения Всевышнего Аллаха сфану Аталя. Так вот, необходимо у себя отметить, кто из обладателей знания назвал хадисы о нисхождении Всевышнего Аллаха сфану Аталя мутаватир. Указал на то, что эти хадисы приходят в форме мутаватир. Из этих обладателей знания имам Абузура Ар-Рази, а также Аль-Хафиз ибн Абдул-Бар, а также Аль-Хафиз Абдул-Гани Аль-Макдиси, также Шейхул-Ислам ибн Таймия, а также ибн Аль-Каим, также Аль-Хафиз Аз-Захави, а также Ас-Сахауи и Аль-Киттани. Все они указывают на то, что атрибут Всевышнего Аллаха сфану Аталя нисхождение утверждается в хадисах, уровень которых доходит до уровня мутаватир. Что касается конкретно слов этих имамов, то приведем некоторые из них. Сказал Хафиз ибн Абдул-Бар, относительно хадиса, «Инна Аллаха янзилю кулля лейлятин иля санаи дунья», поистине Всевышний Аллах нисходит к ближнему небу каждую ночь, «Ада хадисун сабитун минжиатин накль». Говорит ибн Абдул-Бар, этот хадис установлен со стороны передачи. Сахи-у-ли-снат, его иснат достоверен. Ла яхталифу аль-Хадис висахати. Ученые хадиса, мухадисы не разногласят о том, что этот хадис установлен и достоверен. И этот хадис, говорит, передан различными яснадами от сподвижников, от передатчиков, которые были религиозными и с хорошей памятью, от пророка в форме мутаватир. Эти слова ибн Абдул-Бар приходят в его книгу «Аль-Тамгид», 7-й том, страница 137. Так же сказал Хафиз Абдул-Гани Аль-Махдиси, автор какой книги? Автор книги «Аль-Мухни», правильно ли нет? Абдул-Гани Аль-Махдиси, автор книги «Аль-Актисад». Не книги «Аль-Мухни», автор книги «Аль-Мухни», «Муафа-куддин», «Табу Мухаммад Аль-Махдиси», другой. Что касается нашего Хафиза Абдул-Гани Аль-Махдиси, то в своей книге «Аль-Актисаду Фили-Атикат» он говорит «И пришли Ахбары, то есть известия и Асары в большом количестве форме мутаватир, о том, что Всевышний Аллах Фили-Атикат не сходит к ближнему небу каждую ночь». Это из книги «Аль-Актисад Фили-Атикат» на странице сотой. Это что касается слов некоторых из имамов о том, что этот хадис является мутаватир. Поэтому тебе становится понятным разъяснение одного из шубухатов, матуридитов и ашаритов, некоторые из которых говорят, что этот хадис, хадис о нисхождении Всевышнего Аллаха, хадис Ахад, то есть пришедший по уровню Ахад, и поэтому он не берется в Акиду. Относительно таких людей, Ибн-Араби Аль-Малики, один из имамов этой общины, сказал, «Ваминан нас ман радда хадис ан-нузуль, леанну хабарун вахид». Сказал, «Из людей, из таких, которые отвергают хадис о нисхождении Всевышнего Аллаха, говоря то, что это хадис Ахад, то есть передан небольшим количеством людей, и, возможно, в нем ошибка». Сказал, «Вагумуль мубтадиа». И такие люди являются нововведенцами. То есть Ибн-Араби указал на то, что если перед тобой человек, который отрицает хадис о нисхождении Всевышнего Аллаха к ближнему небу, отрицает его из-за того, что он идет по пути Ахад, сказал, «Такой человек – нововведенец». То есть можешь в этом не сомневаться. Далее. Вот этот вопрос понятен или нет? Второй пункт заключался в том, что какой довод на установление этого атрибута. Мы сказали, довод этому приходит в Сунни, и хадис этот является каким? Мутаватир. Пришедшим по уровню мутаватир. То есть в его достоверности нет сомнений. Далее теперь следующее, что необходимо отметить, это момент о том, что хадисы, которые пришли относительно нисхождения Всевышнего Аллаха к ближнему небу, невозможно истолковать не по прямому его смыслу. И невозможно сказать, что спускается не Всевышний Аллах, а спускается кто-то другой. Или сказать то, что Всевышний не спускается, а делает что-то иное. Что касается того, что некоторые из них говорят, что он не спускается, а происходит что-то иное, что он не нисходит, а происходит что-то иное, то это опровергается различными словами, которые пришли в различных риваятах. В некоторых риваятах пришло «Янзелю Роббуна» – «Нисходит наш Господь». Этот риваят у имама Аль-Бухари. В некоторых риваятах приходит «Ятаназзалю Роббуна». Также приходит слово «Ягабетуллах». То есть, что такое «Аль-Губуд»? «Губуд» – это нисхождение сверху вниз быстрым образом. Нисхождение сверху вниз быстрым образом. Это что такое? Это «Аль-Губуд». Пришло в некоторых риваятах «Ягабетуллах» – «Всевышний Аллах Пану Атала» – «Нисходит в ближнему небу». В некоторых риваятах пришло «Ядну» или «Самаиддуне» – «Приближается к ближним небесам». В некоторых риваятах пришло «Якрубу» или «Самаиддуне» – «Тоже приближается». «Аддуну» и «Аль-Курб» – это не то же самое, что «Нузуль». Но «Нузуль» обязательно несет за собой «Аддуну» и «Аль-Курб». Если Всевышний Аллах Пану Атала не сходит в ближнему небу, то это непременно указывает на то, что он приближается к этому ближнему небу. Посмотри, то есть, всеми этими разными словами в разных ревоятах приходят указания на то, что это действие, которое совершается Всевышним Аллахом Сфан Ваталя, совершается им в действительности, а не просто маджазом, не просто как метафора или переносный смысл. Также из этих слов, то, что пришло относительно этого в некоторых ревоятах, «Инна Аллаха Аззаваджалля, я тадалля». Я тадалля, что такое я тадалля в арабском языке? Это когда человек опускает что-то сверху вниз, так что сам он остается наверху. Как, например, человек опускает веревку вниз, например, в колодец, или опускает ведро в колодец, само ведро внизу, но основа его наверху. То есть, его основа продолжает оставаться наверху. Или когда человек, допустим, спускает ноги, например, с кресла или со стула, то есть, ноги спущены вниз, но сам объект остается наверху. В некоторых ревоятах пришло «Инна Аллаха, сфануа тааля, я тадаля». Поясни, Всевышний Аллах, сфануа тааля, нисходит. То есть, словом каким? Я тадаля. Слово я тадаля, смысл его мы разъяснили выше. И это не означает, что Всевышний Аллах, сфануа тааля, подобен творениям. И нисхождение Всевышнего Аллаха, сфануа тааля, не такое, как нисходит творение, нисходя сверху вниз. Что касается смысла, что такое нисходит, это придет у нас в конце урока. И, иншаллах, более подробно этот вопрос разъясним. Эти слова для чего мы привели? Для того, чтобы указать на то, что нисхождение Всевышнего Аллаха, сфануа тааля, является действительным действием, которое Всевышний Аллах, сфануа тааля, совершает действительным образом, а не просто какой-то метафорой, нисходит, имеется в виду то или что-то другое. Нет, нисходит и снисходит к ближнему небу, в том смысле, в котором это пришло в арабском языке. В прямом смысле, а не какая-то метафора и не какой-то переносный смысл. Указывать тебе на это что? Вот эти различные слова в различных риваятах, которые на это действие указывают. И также подтверждается это чем, что в некоторых риваятах пришло, А когда наступает рассвет, Всевышний Аллах поднимается. То есть нисходит в ближнему небу, третью, последнюю треть, каждой ночи, и сказано в хадисе А когда наступает рассвет, то есть время утреннего намаза, поднимается. А в другом риваяте сказано И когда начинает светить рассвет, то есть начинает проявляться рассвет, Всевышний Аллах поднимается. Все это указывает на то, что Всевышний Аллах не сходит к ближнему небу действительным образом, а не просто в переносном смысле. Что касается того, что не сходит к ближнему небу именно Всевышний Аллах, то это тоже невозможно истолковать каким-то иным образом. Довод на это в том, что в различных реваятах этого хадиса пришли слова То есть пришли различные слова, которые указывают именно на Всевышнего Аллах, а не просто не сходит ангел или не сходит приказ Аллаха или что-то подобное. Сказано К тому же в этом хадисе приходит то, что Всевышний Аллах после того, как не сходит к ближнему небу последнюю треть ночи, говорит, кто просит у меня прощения, я прощу ему, кто взывает ко мне, я отвечу на его мольбу. То есть эти слова не может говорить никто, кроме Всевышнего Аллаха. Для чего мы все это приводим? Чтобы показать два момента. Что истолкование этого хадиса ни в прямом его смысле невозможно. Как относительно действия, так и относительно объекта, который это действие производит. Как мы сказали, действие является действием действительным, а не просто в переносном смысле. И объект, который спускается, именно Всевышний Аллах, а не кто-то иной. И все это подтверждается прямыми словами, истолкование которых каким-то другим образом невозможно. Вот это понятно или нет? Теперь у себя подпишите, что в некоторых ревоятах этого хадиса приходит указание на то, что ангел Юнади взывает. То есть сказано в хадисе как Поистине Всевышний Аллах не сходит к ближнему небу каждую ночь и взывает. То есть обращается зовом и говорит, кто просит у меня прощения, я прощу. Так вот в некоторых ревоятах приходит то, что взывает ангел. Сказано и Всевышний Аллах приказывает ангелу, и ангел обращается зовом к жителям земли. Что касается этих ревоятов, то некоторые из них являются достоверными, и одно не противоречит другому. Ревенцы сумны собирают между этими ревоятами тем, что перед тем, как Всевышний Аллах сфануатали не сходит к ближнему небу, сначала ангел обращается зовом к жителям земли. Затем Всевышний Аллах сфануатали после этого, после этого обращения не сходит к небу и взывает к людям сам. И говоря, кто взовет ко мне, я отвечу ему, кто попросит у меня прощения, я ему прощу. И имам Ибн-Каим разъясняет этот момент и говорит, и это можно понять на примере творений. Вместе с тем, что Аллах принадлежит наивысший, наилучший пример. Говорит, когда какой-то правитель или обладатель власти прибывает в какой-то город, перед ним сначала прибывают его подчиненные, которые извещают жителей этого города о том, что прибывает важный человек или важная персона, или какой-то правитель, обладатель власти. И затем после этого извещения и объявления через определенное время уже прибывает сам правитель. Имам Ибн-Каим собирает между этими хадисами таким образом, то, что положение Всевышнего Аллаха сфануатали превыше и более велико, нежели положение кого бы то ни было из самых великих правителей этого мира. Поэтому его нисхождение к ближнему небу является делом великим и фактом чрезвычайно важным. И его нисхождение к ближнему небу опережается тем, что сначала взывает к жителям земли ангел. Взывает зовом, а затем уже Всевышний Аллах сфануатали нисходит и обращается к жителям земли сам лично. Это, иншаллах, понятно. Теперь у себя запишите второй момент о том, что в некоторых ревоятах приходит о том, что Всевышний Аллах сфануатали приказывает ангелу воззвать, и ангел взывает и говорит, кто попросит у меня прощение, я прощу ему. То есть обращаясь от своего имени, от имени кого ангела, обращаясь к людям и говорит, кто попросит у меня прощение, я прощу. Относительно этого пришло два ревоята. Так вот у себя запишите то, что оба эти ревоята являются недостоверными, слабыми. В ревояте первого из них, который приходит у Аттабарани в его книге Атдуа, второй том, страница 844, приходит иснад этого сообщения, и в нем человек по имени Али ибн Фадль. Али ибн Фадль, который является матрук, является оставленным передатчиком, то есть хадисы которого очень слабые не годятся для поддержки. Что касается второго ревоята, то в его иснаде слабый передатчик Али ибн Зейд ибн Джудан. А также в нем есть опасность Тадлиса Аль-Хасана Аль-Басри, который передает этот хадис от Русмана ибн Абель Аса. И Хасан Аль-Басри известен своим Тадлисом и не заявил явно, что он слышал этот хадис от Русмана ибн Абель Аса. К тому же в некоторых из книгах по биографиям передатчиков, а конкретно в книге Тахзибуль Камай, 6 том, страница 98, приходит указание о том, что Хасан Аль-Басри вообще не слышал хадисов от Русмана ибн Абель Аса. Поэтому получается в итоге то, что в этом хадисе один слабый передатчик, и к тому же прерванность. Поэтому оба этих хадиса являются слабыми, оба этих хривояты являются слабыми. И подробный рассмотр этого хадиса приходит в книге Сильсиля Аб-Дайфа, шейха Аль-Альбани, под номером 1962. Значит, что у нас получилось? У нас получилось относительно этого хадиса, что обращение к людям словами, и кто просит у меня прощения, я прощу ему, кто взывает ко мне, я отвечу ему, и так далее. Это обращение исходит от самого Всевышнего Аллаха Фану Аталь. И это подавляющее большинство хривоятов. Их истолковать по-другому невозможно. Также приходят некоторые из хривоятов, где указывается о том, что сначала обращается к людям ангел, или в некоторых хривоятах приходит то, что обращается к людям ангел. Мы говорим, эти хривояты являются достоверными, и нет между этими двумя хривоятами, или двумя видами хривоятов, противоречия. Потому что сначала обращается ангел, и после этого Всевышний Аллах Фану Аталь не сходит к ближнему небу. И третий вид, с которым мы встретились, то, что в двух хривоятах приходит о том, что ангел не просто обращается зовом, Но обращается словами, кто просит у меня прощения, я прощу ему. То есть приписывается эта фраза, прощение грехов кому? К ангелу. То, что ангел говорит людям, я вам прощу ваши грехи. Так вот, эти два реваята являются слабыми. В первом Матрук, Али ибну Фадль. Во втором слабый передачик, Али ибну Зейд, ибну Джудуан. И к тому же прерванность между Аль-Хасаном и Аль-Басрой, и между Усманом и Ибну Абель-Асом. С этим также разобрались. Теперь подпишите у себя вопрос о том, что относительно атрибута нисхождения Всевышнего Аллаха к ближнему небу, у Матуридитов и Ашаритов, есть определенные шубуаты, есть некоторые сомнения, сущность которых необходимо разъяснить, и эти сомнения необходимо развеять. Первое сомнение заключается в том, что они говорят, как известно, последняя треть ночи присутствует на земле постоянно. То есть, если она последняя треть ночи сейчас в какой-то местности, затем она заканчивается и наступает рассвет, последняя треть ночи переходит в другое место, так как солнце постоянно крутится вокруг земли. Соответственно, что делается? Ночь постоянно присутствует на территории земли. Они говорят, получается, что Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя постоянно у ближнего неба. И это является чем? Противоречивым. Поэтому, говорят, мы отрицаем атрибут нузуль, атрибут нисхождения Всевышнего Аллаха Ас-Пану Аталя к ближнему небу. Так вот, что касается ответа на это сомнение, и сомнение это привел Ибн Хазм, а также Фахруддин Ар-Разм. Ответ на это сомнение заключается в том, что Поясни Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя на всякую вещь способен. Приходят в различных хадисах то, что Пророк, салаллаху алисалам, говорит. Когда раб, то есть когда человек читает в намазе Аль-Хамду лилляхи Роббил Алямин, Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя отвечает этому рабу и говорит Восхвалил меня мой раб Хамидани Абди. Когда раб говорит Ар-Рахман Ар-Рахим, милостивый и милосердный, Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя говорит Ас-На Али-Я Абди, восхвалил меня мой раб. И так далее. Отсюда что ты понимаешь? Что миллионы совершающих намаз одновременно на земле Всем им Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя отвечает этим ответом. Вместе с тем, что каждый из них читает суру Фатиха в разное время. Но всем им Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя отвечает. Почему? Потому что Всевышний неподобен творениям. Лейсакамис лейшей, нет ничего подобного ему. Вау аля кулешейн кадири, потому что он на всякую вещь способен. То же самое мы говорим здесь. Пророк Ас-Пану Ас-Пану Аталя, тот, который лучше нас знает о Всевышнем Аллах Ас-Пану Аталя. И Всевышний Аллах отправил его и доверил ему свое послание к людям. И доверил ему поведать о Всевышнем Аллах Ас-Пану Аталя людям. Посланник Аллах Ас-Пану Аталя, тот, который сообщил нам, что Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя не сходит на ближнюю часть неба каждую треть ночи. Мы в это верим, а когда нам говорят, как это, или это ведь невозможно, мы говорим, инналлах аля кулли шейн хадир, поясняй Аллах спану Аталя на всякую вещь мощен. Так же, как Он слышит различные голоса и отвечает взывающим на этой земле в разное время, Всевышний Аллах спану Аталя отвечает всем и не затрудняет Его это, так же Всевышнему Аллах спану Аталя не тяжело не сходить на ближнюю часть неба каждую последнюю треть ночи. Даже если мы говорим, что последняя треть ночи присутствует на территории земли постоянно. И второе опровержение на это их сомнение, то что подобное возможно даже относительно творений, не говоря уже относительно Всевышнего Аллаха спану Аталя. Приходит в хадисе от Абу Зарра у имама Аль-Бухари и Муслима, то что однажды пророк, салалу алисаляма, спросил Абу Зарра и сказал, О Абу Зарр, знаешь ли ты, что происходит с солнцем, когда оно закатывается за горизонт? И Абу Зарр указал на то, что он не знает этого и тогда пророк, салалу алисаляма, сообщил ему, что когда солнце закатывается, оно совершает земной поклон Всевышнему Аллаху спану Аталя под троном, а затем получает разрешение на новый восход и затем восходит заново. Теперь вопрос, когда происходит на территории земли закат? Закат солнца. Солнце где находится? Солнце находится над другой частью земли, так или нет? То есть если у нас ночь, на другой части земли день, если у нас день, на другой части земли ночь. Но несмотря на это пророк, салалу алисаляма, в этом хадисе Абу Зарра, который приходит у Бухари и Муслима, и достоверность которого не подлежит сомнение, указывает на то, что солнце, когда закатывается после заката, совершает земной поклон под троном Всевышнего Аллаха спану Аталя, то есть совершает этот земной поклон Всевышнему Аллаху, и прежде чем зайти заново над этой территорией, сначала просят разрешение на этого Всевышнего Аллаха спану Аталя. Когда Всевышний разрешает ему, оно восходит. Если мы последуем логике Иднухазма, а также Пахруддин-Ар-Рази, получится то же самое, что невозможно, чтобы солнце совершало земной поклон Всевышнему Аллаха под троном после заката, потому что солнце, по их мнению, никогда не закатывается, но постоянно находится над какой-то частью земли, и постоянно где-то восходит, постоянно где-то закатывается и постоянно где-то восходит. Получится, что оно постоянно совершает земной поклон и постоянно получает разрешение на восход. И это является чем? Противоречием хадису пророка, салаллаху алисалям. И эти вещи, которые не поддаются разуму людей, но необходимо в них уверовать, по причине того, что посланник Аллаха, салаллаху алисалям, сообщил нам об этом. И в этом и заключается суть веры человека. Аль-Лазин и Минуна Бил-Гаид. Те, которые верят, скрытое. А если человек начнет рассуждать и взвешивать каждую вещь своим разумом, и все, что не поддается его разуму, и он не способен до этого додуматься, он будет отвергать, то он не может быть из тех, которые уверовали. Таи, зачем мы привели этот хадис? Для того, чтобы показать, что подобное возможно даже относительно творений. А что ты скажешь относительно Всевышнего Аллаха, которому не подобно никто и не что-то? Таи, эти два момента, которые являются явным опровержением этого сомнения различных философов, таких как Ибн Хазм, а также Фахрудин Ар-Рази, и говоря в общем о шаритах и матуридитах. И вот это сомнение они везде распространяют в своих книгах. Где бы они ни говорили об этом атрибут, практически в каждой книге они приводят непременно это сомнение. То есть те книги, которые пришли после Ибн Хазма или после Фахрудина Ар-Рази, это сомнение часто используется в их книгах, и оно в их книгах приводится. Так же из тех сомнений, которые приводят матуридит и ашарита относительно этого атрибута, атрибута нисхождения Всевышнего Аллаха к ближнему небу, то что они говорят, если мы скажем, что Всевышний Аллах нисходит к ближнему небу, получается, что он смешивается с этим бытием и входит внутрь небес. Или идет через те небеса, через седьмое, через шестое, через пятое небо, пока не дойдет до ближнего неба. При этом они говорят, Фахрудин Ар-Рази, тот же самый в своей книгах, говорит вместе с тем, что эти мухаддисы говорят о том, что седьмое небо больше, чем шестое, шестое небо больше, чем пятое. То есть каждое небо объемлет то небо, которое ниже него, которое следующее за ним и ближе к земле. И говорит, получается, что Всевышний Аллах, по их мнению, если он на трону, и он спускается к ближнему небу, Всевышнему Аллаху приходится уменьшаться в размере, для того, чтобы проникнуть с более большого неба на менее большое небо, по размеру. Ясно или нет? Так говорит Фахрудин Ар-Рази. Что касается опровержения на это его слово, то оно заключается в том, что все это является предъявлением несправедливой претензии к мухаддисам, потому что никто из мухаддисов такого не говорит. Всевышний Аллах, с.а., говорит, И они не оценили Аллаха должной ценой. И земля, вся она полностью будет в его ладони судный день. А все небеса будут скручены его правой рукой. Субхану ва Тааля, амма и шрикун. Возвышен он и приславен от того, что они предают ему сотоварищи. В этом аяте Всевышний Аллах, с.а., указывает на то, что люди не оценили Всевышнего Аллаха, с.а., должной ценой. Те люди, которые не утверждают Всевышнего Аллаха, с.а., все те атрибуты, которые он утвердил себе сам или отвердил ему его посланник, с.а.л. Или те, которые отрицают что-то из атрибутов совершенства Всевышнего Аллаха, с.а.л. Или те, которые описывают Всевышнего Аллаха, с.а.л. какими-то атрибутами недостатка. На все это приходит указание в этом аяте. В этом аяте указание на то, что небеса и земля ничтожно малы. И Всевышний Аллах скрутит небеса своей правой рукой и возьмет землю в свою ладонь. И земля, небеса являются ничтожно малыми объектами. И Всевышнему Аллаху ничто не стоит скрутить эти объекты одной рукой. К тому же пришло в хадисе от Ибн Аббаса о том, что он сказал, поистине вся земля в ладони милостиво, подобно маленькому горчичному зерну в ладони одного из вас. Это говорит о том, что земля на самом деле ничтожно малых размеров. Поэтому, когда мы говорим, что Всевышний Аллах не сходит к ближнему небу, никто не должен от этого представлять, что Всевышний Аллах какой-то малый объект, который проходит по всем небесам, и небеса остаются выше него, и он находится внутри небес. Все это не содержится в этом хадисе. Но Пророк, салаллаху алисаляма, говорит, «Янзюлю роббуна иля ссамаиддуне», нисходит наш Господь к ближним небесам, не говорит в ближние небеса, внутрь ближних небес. Но говорит к ближним небесам. Если ты поймешь величие Всевышнего Аллах, то тебе не составит труда понять, то значит Всевышний Аллах не сходит к ближнему небу. То есть, алиллах ильмасалюль аля, Всевышнему Аллаху принадлежит наивысший пример. Если у тебя в руках горчичное зерно, и про тебя скажут, что ты снизошел поверхности этого горчичного зерна. Что это означает? Означает ли это, что ты снизошел так, что пошел внутрь этого горчичного зерна, соприкасался с этим горчичным зерном и тому подобное? Все это этого не означает. А что ты скажешь о Всевышнем Аллахе, величие которого несравнимо и несравненно с этими объектами, которые окружают нас, как небеса и земля, и все небеса будут скручены правой рукой Всевышнего Аллаха, в судный день. Теперь ясно, что значит Всевышний Аллах нисходит к ближнему небу. То есть это не означает, что Всевышний Аллах проникает в эти творения и проходит по ним, и что-то из творения остается выше него и так далее. Почему этого не означает? Потому что мы утверждаем Всевышнему Аллаху постоянный его атрибут, атрибут его свышенности, аль-улю, возвышенность Всевышнего Аллаха над творениями. И Всевышний Аллах всегда возвышен над творениями. В любом случае, нисходит он к ближнему небу или не нисходит, Последнюю треть ночи или в другое время Всевышний Аллах всегда возвышен над творениями, и это является его постоянным атрибутом, атрибутом его сущности. Вместе с тем, что мы говорим, он нисходит в ближнему небу своей сущностью, но это не означает, что он совершает какое-то передвижение по всем этим небесам, проходит сквозь этих небес и тому подобное. Потому что Всевышний Аллах гораздо более велик, нежели эти небеса и эти ничтожно малые объекты. Поэтому Всевышний Аллах говорит, приславен твой Господь, Господь величия от того, чем они его описывают. И мир посланникам, которые описали Всевышнего Аллах теми атрибутами, которые его необходимо описать. И что касается этих несправедливых, то Всевышний Аллах возвышен от того, чем они его описывают. И сказал Всевышний, нет ничего подобного ему, и он является слышащим, видящим. И второе опровержение на это их сомнение заключается в том, что это возможно понять даже на уровне творений. А что ты скажешь на уровне Творца Всевышнего Аллаха. Как это понять на уровне творений? Возьмем пример Ар-Ро, то есть Дух Человека. Как известно, Дух Человека поднимается к небесам в то время, когда человек спит. Но вместе с этим этот Дух присутствует в теле человека. Посмотри, как этот Дух проходит такие огромные расстояния и поднимается к высоким небесам. И проходит через различные небеса. Но вместе с этим основа его находится и остается в теле человека. Поэтому, когда человек, если его будешь будить, то он просыпается. То есть не является мертвым. Какая разница между двумя состояниями человека? Человек мертвый и человек спящий. В том, что когда он спит, его Дух покидает его тело, но основа этого Духа продолжает оставаться в связи с телом. И этот Дух совершает путешествие во время сна человека и отправляет в различные части этого бытия. Но вместе с этим его основа остается в теле человека. И если это возможно, даже относительно таких творений что-то скажешь о возможности этого относительно величайшего Творца Сухханава Тааля. Это то, что касается разъяснений тех шубухатов или тех сомнений, основных сомнений, которые приводятся в книгах Матуридитов и Ашаритов. Разъяснили из этих сомнений сомнения относительно последней третьей ночи, то, что она всегда присутствует на земле. Также вот это последнее сомнение. Также сомнение о том, что тот, который взывает и тот, который не сходит к ближнему небу, на самом деле не Всевышний Аллах Аханава Тааля, а на самом деле ангел. И разъяснили сомнение о том, что этот атрибут установлен лишь в хадисах Ахад и не установлен в хадисах Мутаватир. Вот эти вот четыре сомнения, которые необходимо было разъяснить, которые касаются непосредственно этого атрибута Аннузун. Что касается остальных сомнений, которые относятся вообще в общем к сифат Аль-Хтеория, к атрибутам Эхтеория, то все они были уже разъяснены на прошлых основополагающих уроках. Поэтому, как мы говорили, разъяснение этих частных атрибутов совершается уже легким образом, вкратце для того, чтобы понять те сомнения, которые присутствуют у этих людей относительно этих атрибутов в частности. На этом, с позволением Всевышнего Аллаха и по его милости, закончен этот цикл уроков относительно опровержения на матуридитов и им подобных заблудших течений из ашаритов, не говоря уже из джагмитов и муатазелитов. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы он принес пользу этими записями, в первую очередь нам, а также тем, которые прослушают их и постараются внять этим уроком, и понять их суть, и понять смысл этих записей. Субханакаллаху ма бихамдик, ашхаду она не ла и 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 ла.